Пожалуйста, только не шуните сильно, хорошо? Спасибо. Лариса Георгиевна, расскажите, пожалуйста, про то, какую акцию в этот раз будут выполнять волонтёры, какое задание? Ну, мы давно хотели это делать, и идеи были практически у всех. Все собирались уже этим заниматься, но, наверное, были какие-то другие задачи, которые решались волонтёрскими организациями. По предложению Наташи Визюкиной мы решили как-то немножко разнообразить наши занятия с волонтёрами. И вот сейчас, наверное, как раз такое время, когда есть возможность воплотить нашу эту идею в жизнь. Мы решили всё-таки делать маскировочные сетки для наших ребят, тем более, что есть в этом потребность. Вот совсем недавно Саша Чоков ездил, и ребята наши, которые звонят, с которыми мы на связи, они говорят о том, что... Да, конечно, сейчас зима закончилась, были какие-то там белые маскировки, сейчас как-то вот нужна совсем другая, поэтому как-то хотелось бы им в этом полно помочь. Что для этого нужно, и как... кого вы ждёте? Ну вот, когда, так сказать, мы в понедельник оформились уже с этой мыслью, мы сразу же бросили клич у нас, допустим, в исполком, ну где ближе, да, вот у себя на работе, буквально сразу же нам люди принесли первые партии постельного белья, потому что это лучше всего подходит для реализации вот этой вот идеи. Почему постельное бельё? Потому что его легче красить, это хлопчатобумажная ткань, для этого используется только хлопчатобумажная ткань, потому что она не горит, она не плавится, она как бы достаточно для этого комфортна. Вот, а... и почему ещё она удобна? Потому что её легко резать, вот сейчас мы уже вот нашли как бы способ, да, мы там провели целый ряд каких-то экспериментов и подумали, как это делать. Легче всего красить, а не подбирать ткань по цвету, потому что это дорого и невозможно просто сделать так, как надо, поэтому под сезон можно покрасить любую ткань, любые краски, краски по ткани, они очень стойкие, прочные, и я думаю, что выполнит эту задачу, но ему посоветовали с другими волонтёрами, которые этими давно занимаются, они тоже красят ткани, поэтому вот мы уже первую пробную партию покрасили, действительно, я думаю, что она выполнит эту задачу. И в принципе всё равно, какой расцветке было ваше постельное бельё, когда оно вам служило. Вот сейчас оно сослужит ещё одну свою службу такую и покрасится в тот цвет, в какой нужен под сезон. Вы как-то изучали эти технологии, как вообще плетут? Ну да, сколько было времени, как бы мы поизучали и вчера, и позавчера, вот смотрели как бы в интернете, сейчас это всё доступно, и созванивались с ребятами, те, которые этим занимаются. То есть как бы сегодня, наверное, каждый город уже прошёл какую-то свою практику, есть свои наработки, поэтому я думаю, что у нас получится. А есть команда, которая уже готова приступить к плетению этой сетки? Не, ну конечно, есть у нас же какой-то такой наш актив волонтёрский. Вот и сегодня ребята пришли, просто мы поняли, что мы не готовы, потому что сетки у нас как таковой нет. Мы думали, что это очень просто, мы думали, больше будет проблем с той тканью, которую нужно использовать для этого. Оказалось, мы были совершенно неправы и очень наивны. Проблема оказалась сеткой, вот, но мы её уже сегодня заказали, и буквально завтра уже к нам придёт рулон 150 метров, поэтому мы будем уже готовы, и рук нам нужно будет много, потому что наш волонтёрский актив, тот, который он есть на сегодняшний день, я думаю, что это мы будем делать очень-очень долго. Поэтому будем предлагать всем, кто вот подключится, будем. А будет какой-то график, когда можно будет прийти и присоединиться, или это можно приходить в какое-то любое время, допустим, вечером, да? Ну, да, я думаю, что вот когда мы уже определимся, потому что сейчас вот мы как бы с мужчинами нашими разработали там технологии, уже когда сетка появится, мы поймём, наверное, лучше, как это сделать, что для этого нужно использовать, потому что пока мы ориентируемся только потому, что мы видели в интернете, как вот люди этим занимаются. И я думаю, что график будет очень простой. У нас вот как бы здесь вот наша база основная, это центр наших социальных служб для семьи, детей и молодёжи на Ленина 16, и я думаю, что здесь вот мы как бы, ну, в то время, когда нет тренингов, то я думаю, что в любое время можно было бы здесь заниматься. Ну, и плюс ко всему, уже у нас как бы узнав о том, что мы сетку заказали, уже просила и четвёртая школа, и я думаю, что и вот Саша заберёт чоков к себе туда, к своим женщинам, тоже часть какую-то. Ну, в общем, я думаю, что разберём ещё вот так где-то по другим помещениям, где можно это делать, ну, и там уже свободный как бы график, было бы желание. А сроки есть, которым нужно справиться с честностью? Чем быстрее, тем лучше, потому что заказов много. Мы даже, знаете, переживаем, мы вот звонили нашим ребятам, ты только у них спрашиваешь, нужна ли вам? Они говорят, присылайте завтра. То есть как бы не можем наобещать, потому что мы не знаем, сколько времени у нас это займёт. И уже как бы по факту будем ориентироваться, посмотрим, насколько у нас быстро это будет получаться, и как будем отправлять. Ну, вот первый сбор когда планируете? Ну, вот послезавтра у нас должна быть сетка, я думаю, что на пятницу и будем ориентироваться. Это в какое время? Ну, я думаю, что в пять часов. В пять часов заканчивается рабочий день, и в пять часов сразу и соберёмся. Спасибо. Пожалуйста.